Вала Щук СД пишет вам эссе, в жизни рок-н-ролл, Вала Щук СД Всем привет! Да простят меня все сторонники здорового образа жизни, всякие мамаши ожиревших детей и жены ожиревших мужей, а также противники последствий глобализма в сфере общественного питания, но сегодня мне хочется поговорить о фастфуде, выразить восхищение отдельными гастрономическими изобретениями в этой области, а также высказаться в защиту хорошего фастфуда, который всякие диетологи сделали виновным в ожирении безвольных личностей. На мой взгляд, только лукавый человек может сказать, что Биг Мак это невкусно, это, к сожалению, очень вкусно. По моему мнению, так это вообще гениальное изобретение, не просто так он завоевал весь мир, а картофель фри. Но как это может быть невкусно, если это хороший картофель в свежем фритюре, не передержанный на огне, да еще и в точку посоленный? Очень много зависит от каждого из этих факторов, но только грамотное сочетание их всех вместе делает его настоящим объедением. Казалось бы, технология везде одна и та же, но самый вкусный картофель фри я ел в Испании. Золотистый, сахаристый, пахучий и очень вкусный. Думаю, это в первую очередь их местная картошка делает его таким неповторимым. Не нужно ни гамбургеров, ни чизбургеров, одна картошка, чтобы не перебивать вкус. Ну, на крайний случай, какой-нибудь соус. А взять хорошую итальянскую пиццу, пепперони, неаполитано, димаре, 4 сыра, времена года, да ту же маргариту. Если сделано грамотно, невозможно оторваться. Неоднократно бывал в Италии, в Риме, в Неаполе, в Милане. И даже фастфудовские пиццы там великолепны на вкус. Много раз так же бывал и во Франции, в Париже, в Каннах, в Ницце. И должен сказать, что их уличная еда выше всяческих похвал. При этом она пользуется спросом не только у туристов, но и у местных жителей. Это и крепы, французские блины с различными начинками, и различные сэндвичи, и багеты, и горячие бутерброды, кроки. Или, как их еще называют, хрустящая парочка. Крок месье и крок мадам. Это когда хлеб поджаривается сыром и ветчиной. А на хрустящую госпожу надевается еще и своеобразная французская шляпка, жареная на сливочном масле яйцо. В Китае фастфуд оригинальный. Там на шпажках продают жареных во фритюре всяких морских гадов. Креветок, мидий, гребешков, осьминожков и тому подобное. Но жарят даже и кузнечиков, и саранчу, и еще не пойми что. Такую экзотику я, конечно, не пробовал. Но вот морепродукты готовят хорошо. В Дании и Голландии в ларьках продают бутерброды с их знаменитой слабосоленой сельдью, которую готовят в особом маринаде. Потрясающе вкусно. Тем не менее, был удивлен, что в тех амстердамских ресторанах, где мне приходилось обедать, в меню не было голландской селедки. Оказалось, что селедка там воспринимается, как еда простолюдинов. Поэтому ее удел именно в фастфуд и недорогие кафе. В Дании это тоже фастфуд, но в Копенгагене, даже возле Королевского дворца, стоит ларек, где продают такие бутерброды с голландской сельдью. Говорят, даже члены королевской семьи не брезгуют иногда перекусить там по-быстрому. Поэтому с удовольствием съел пару бутербродов из королевского ларька. Жаль, водку не продают и не наливают. Такая закуска пропадает. В соответствии с моими вкусовыми пристрастиями, в Чехии фастфуд вообще обалденный. Это я про всякие их знаменитые колбаски с тушеной капустой и картофельным пюре. Идешь по Вацлавской площади в Праге, вдыхаешь этот чудесный запах и понимаешь, что не удержишься и обязательно что-нибудь съешь. У меня есть один товарищ, ярый сторонник здорового образа жизни и полезного сбалансированного питания, презирающий всякий фастфуд и осуждающий его потребление. Однажды в Праге, на одной научной конференции, в обеденный перерыв я предложил ему выпить по бутылке пива с прекрасными чешскими колбасками, прямо на Вацлавской площади. Так это его так возмутило, что мне аж стыдно стало за себя и свои плебейские вкусы. Но я выдержал это осуждение и отправился есть и пить пиво в одиночестве. Но вы бы видели мою милую улыбочку, когда вечером того же дня и на той же Вацлавской площади, где я жил в гостинице Ялта, я застал его возле тех самых ларьков с колбасками и пивом, за обе щеки уплетающим и то, и другое. Он аж поперхнулся, когда меня увидел. Но я не стал ему напоминать его же недавний пафосный монолог, а только одобрительно похлопал по плечу и прошел мимо. И под конец немного прорекламирую наш российский фастфуд без всякой надежды на оплату моих рекламных услуг. Прекрасная идея с крошкой-картошкой, которая, на мой взгляд, также прекрасно воплощена в жизнь. Таким отлично приготовленным картофелем со всевозможными начинками действительно можно быстро и вкусно утолить голод. И это действительно по-русски. Ведь картошка у нас второй хлеб. Точно такая же русская забава блины со всевозможными начинками от соленых огурцов, грибов, всевозможного мяса и красной икры до меда и варенья. С горячим чаем любой иностранный турист с удовольствием прочувствует наш русский колорит. Эта идея также хорошо воплощена в сети киосков Теремок. Неплохие гамбургеры делает наш Тимати в его Black Star Burger. Талантливый человек обязательно должен знать толк в еде. Он по определению должен любить жизнь во всех ее проявлениях, иначе он не состоится как талант. Вот и Андрей Макаревич со своим смаком много лет подряд интересен множеству людей. Он умеет и вкусно готовить, и вкусно об этом рассказывать. Настоящий гурман. Может быть, именно поэтому он сочиняет такую прекрасную музыку и стихи. Врожденное чувство гармонии во всем. Вот такой вот мой небольшой рассказ в защиту хорошего фастфуда. Всем пока. Но только смотрите, не объедайтесь. Вала Щук СД Пишет вам эссе В жизни рок-эр-ром Вала Щук СД Вала Щук СД Редактор субтитров А.Семкин